То есть это уже диагноз, мне нужно обратиться к опте? Всегда в радости, в счастье, ну это же не нормально Ой, блин, я лучше буду вот в своей тарелке, в своей жизни жить, мне не нужны Майбахи и БМВ Бедная подружка Самого главного в жизни человека подводишь саму себя В мире все больше и больше информации, и все меньше и меньше смысла Я мама в декрете, я получаю 5000 долларов Вау Вот только вчера этим занималась Вот какие-то это штучки То есть это страсть, желание жить Новый год, как правило, мы начинаем с новых планов Хотим изменений в лучшую сторону Ставим себе новые цели, новые задачи И мы не исключение, мы начинаем новый проект И это программа, кстати говоря Где мы будем обсуждать самые разные вопросы, которые интересны Без исключения всем, и женщинам, и мужчинам разных возрастов И тема сегодняшней первой передачи Коучинг, психология, личностный рост, мотивация И в гостях у нас Катрин Костай, коуч по личностному развитию, медийная личность Лаура Байсалова, аналитический психолог, тренер по эмоциональному интеллекту И моя соведущая, очаровательная Ордак Мухаммадиева Владелица детских клубов Kids Lab Привет, девочки Мой первый вопрос Все-таки коуч или психолог? В чем разница и как понять, кто именно нужен мне? Я расскажу тогда свой путь, как начинала А начинала я как раз с коучинга То есть вначале я отучилась, сертифицировалась как коуч И далее МЛП, практик, это очень все одно направление И если говорить по собственному пути, да То не решив и не найдя, скажем так, решений в коучинге Собственных вопросов, я решила пойти глубже И вот, скажем так, синхронно мне пришла именно аналитическая психология То есть на самом деле очень много разных направлений И когда я вот каждый раз открываю-открываю Я иногда думаю, наверное, не хватит всей жизни Чтобы все направления в психологии, саморазвитии, да Освоить Одной жизни не хватит Конечно Но принципиальная разница есть в чем Если говорить, значит, о сертификационных программах То коучинг не работает в прошлом Все, это запрет А психология, она ориентируется на то, чтобы вернуться в прошлое Потому что мы все родом из детства Это принципиальное различие Это принципиальное различие И вся работа заключается в основном в проработке именно с прошлым Вот и в этом разница Коучинг это на самом деле для более здоровых людей Которые движутся к цели, которые ставят себе задачи и достигают их Когда я начала принимать клиентов, многие приходили как раз таки с вопросами психологии Меня мама не любит, у меня проблемы Это коучинг не решает Поэтому здесь нужно проработаться у психолога, пройти психотерапию Потом идти на коучинг, разбираться в себе, ставить цели, задачи и развивать себе сильную личность К коучинг приходит обычно К коучу обращаются люди со здоровой психологией Более зрелые, я даже сказала Да, потому что в коучинге тебе не помогает мастер находить ответы Ты сам знаешь эти ответы Он просто тебя направляет Он задает правильные вопросы Он видит, какие у тебя затыки И помогает решить тебе их Это такие наставники, менторы Которые ты поставил цель И он помогает тебе ее осуществить А вот сейчас все ищут пресловутое предназначение Это вот кому больше вопросов? Кому мне нужно, например, я хочу сменить профессию? Коучинг решает эти вопросы Крихорадочно ищу, в чем же мое предназначение? Коучинг решает эти вопросы очень легко Да, именно коучинг Кстати, я вела программы целые, у меня был курс И до сих пор у меня есть клиенты в личных сессиях программах по поиску предназначения И, конечно, здесь коучинг решает Но бывают, кстати говоря, моменты, когда опять же человек сталкивается со своими сопротивлениями Которые идут далеко из детства И вот на этом моменте очень многие останавливаются И тяжело пройти потом дальше Для того, чтобы открыть для себя именно тот свой глубинный смысл Ради чего большего Ты действительно готов этим заниматься То есть здесь тоже такой момент бывает И поэтому, кстати говоря, может быть, я и пришла в психологию Когда работая в коучинге с клиентами Сталкивалась и с их трудностями, и с собственными трудностями И захотелось пойти глубже Но еще такое существует, мне кажется, на мой взгляд, заблуждение Я здесь согласна с Курпатовым В его красные таблетки Да, красная таблетка Где он говорит, что все почему-то думают, что деньги добываются легко Работа – это в удовольствие, это какой-то кайф бесконечный Это так не бывает Работа есть работа Иногда бывает, что ты не хочешь на эту работу идти, как бы ты ее не любил Здесь вот многие заблуждаются Все думают, что вот у меня хобби, я вышивальщица классная И вот это мое и есть предназначение А то, что я закончила финансовый институт И, в принципе, неплохо преуспеваю Почему-то им кажется, что она идет не по правильному пути И может вот это вот более-менее, более выгодное, да, в финансовом плане Бросить дело и перейти, ну, то есть Я бы сказала, что здесь все индивидуально И каждый случай действительно индивидуальный Где-то действительно человек цепляется за иллюзии внешнего мира То есть, скажем так, не ощущая себя Где он, где он, где его, а где не его А есть случаи, где действительно человек на самом деле Пошел не по своему пути Потому что ему сказали так, мама, папа, общество И он на самом деле несчастлив И очень все индивидуально Каждый кейс уникален Иначе мы бы все были похожи друг на друга Ну, то есть здесь все-таки нужно подходить разумно, да? Обязательно, включать мозги и думать Но есть еще такой момент, который я бы хотела добавить Кроме ко всему прочему Это то, что действительно последние тенденции в саморазвитии Есть обратная сторона в чем? В том, что когда мы говорим, что вот, значит Мечта и ты все можешь Это действительно, это внутренняя опора Это помогает, точнее, создать опору Помогает Но обратная сторона, это когда действительно человек начинает бездействовать Она тоже существует И это очень тонкий момент, где коучу, да? Нужно вот очень вовремя распознавать, где человек халтурит А где человек действительно готов работать И взять на себя ответственность Девочки, вот на 2020 год я запланировала очень много целей Но январь уже близится к концу А мои действия, как бы все откладывается и откладывается Как мне находить эту мотивацию ежедневную, да? На то же занятие спортом, на то же правильное питание, да? На то же обучение новым там навыкам Вот как мне ее ежедневно в себе сохранить? Я думаю, что здесь нужно увидеть конечный результат Если ты хочешь прийти в форму, то ты видишь свою классную фигуру И ты понимаешь, к чему ты стремишься Потому что мы проставляем себе цели, но мы не видим конечный результат И что это нам даст? Сейчас принято кушать правильно, и все словно мода кушают правильно Но для чего? То, что это во благо твоего тела Что изменится, например, у тебя кожа станет лучше Или также по карьерной лестнице ты говоришь, что ты еще не проставила себе цели, задачи Или немножко демотивирована, да? Может, я слишком много целей одновременно хочу? Нет, базовые цели можно проставить на год Большие, их может быть много Но просто потом я тебе советую разбить их помесячно или поквартально Кусочками проще достигать целей Да, когда идет шаг за шагом Не зря американцы номер один в технологиях И они создали такую технологию Scrum Agile И где ты не можешь, кстати говоря, ее применяют тоже и в коучинге часто Где ты не можешь достигнуть конечного результата, если ты не разделишь на маленькие шаги И обязательно нужно всегда фиксировать результаты на маленьких шагах То есть, насколько я достиг от 1 до 10, вот этот маленький шаг Потому что что происходит с психикой? Значит, когда мы стоим на единичке и ставим себе десятку Если мы не видим вот эти шаги от 1 к 2 к 3 и смотрим только на десятку Мы обесцениваем свои шаги тут И у человека происходит что? Ему кажется, что он ничего не смог, ничего не сделал Потому что, возможно, это недостижимо Недостижимо, да, потому что это слишком далеко И он обесценивает тебя У меня очень много было таких клиентов, с которыми мы прорабатывали по их целям И вот если, вот как только ты ему говоришь, давай шаги А он все равно хочет туда, вот он начинает Я хочу, и он быстрее, быстрее Поэтому совет такой разделить на мелкие-мелкие-мелкие То есть, смотрите, например, я хочу заниматься спортом, ежедневно бегать, да? Вот я не бегаю Что мне делать? У меня бесконечные отмазки То я проспала, то мне некогда, то мне лень То я хочу начать с завтрашнего дня То есть, это уже диагноз, мне нужно обратиться к концу Ардаша, ты можешь то же самое делать в плане работы? Нет Ты можешь не прийти навстречу? Нет Почему? Ну, не могу подвести людей А себя ты можешь подвести? Получается, да То есть, мне как-то надо, это в приоритет, да? Но, понимаешь, здесь ты главная Тут ты не можешь подвести людей Ты думаешь о людях, ты думаешь о встречах, но ты не думаешь о себе Ты думаешь, что о тебе подумают люди, если ты опоздаешь Или ты просто думаешь и уважаешь своего собеседника, партнера Когда ты пропускаешь спорт, когда ты отговариваешься Ты самого главного в жизни человека подводишь саму себя Кроме всего прочего, я бы спросила также, вот как коуч Что большего тебе это даст? Ну, то есть, здесь нужно еще и выяснить потребность Насколько действительно это твоя идея и цель тебе дорога Потому что очень часто мы и путаем, и хотим-хотим-хотим Но, когда начинаешь работать, выясняется, что, оказывается, в общем-то, это действительно Это не настолько мне ценно, и в моей системе ценностей этого не существует Это другая обязанность Аура, здесь можно уйти хоть куда, на самом деле Если разбирать предмет на случай, можно уйти хоть куда Согласен, все индивидуально Поэтому, в частности, к тебе, если обратиться, то что тебе большего это даст? Для чего тебе? Я хочу красивое тело, как и любая девушка Что ты готова для этого сделать? Ну вот, готова Готова, да Я думаю, что я готова, но ежедневно подтверждается, что я не готова Какой ты можешь делать первый шаг, который тебе будет комфортен? Именно он тебя не заставит отказаться от этого? Сходить на шопинг, купить форму себе красивую Уже мотивация Да, уже мотивация Или там повесить картинки, фотографии на холодильнике Красивую Ну, то есть, напоминать тебе об этом, да? Да, поставку на телефон вот у меня с Кендал Дженнер, с ее глинными ногами Или на карту желания в центре, где ты не отрастишь Стройную, подтянутую, худую на карту желания в центре Тоже я такое считала В общем, начните с маленьких шагов А вот как насчет самооценки? Как ее вообще повысить? Есть ли такие методики? Самомотивация? Ну, в общем, избавиться от каких-то комплексов? Изначально нужно идти к психологу Если прям совсем крайний случай Ты себя не любишь, не уважаешь Если люди могут тобой пользоваться Манипулировать здесь, конечно, нужно идти и разбирать Изначально какие были паттерны заложены И что там пошло не так А если это легкая стадия Если девушка, ну, или вообще в целом человек Рос в хорошей обстановке, в хорошей атмосфере И просто что-то пошло не так Здесь можно выровнять это коучингом И различными методиками, аффирмациями, проработками, практиками А понятие самооценки Это какое-то стабильное состояние? То есть один раз поднял самооценку И ты находишься на этом уровне Или она все-таки может меняться В зависимости от обстоятельств От окружающих людей, там, ситуаций? На мой взгляд и на мой опыт Она меняется, она подвижна И, знаете, есть такое выражение Я есть все, и все есть во мне А если линия будет прямая То человек уже как бы не жив Поэтому мы двигаемся подвижно И точно так же наша психика подвижна И в той или иной ситуации мы уверены А в какой-то нет Я бы здесь вот еще одно упражнение Как коучер Именно с точки зрения коучинга дала И всегда вот особенно у меня тоже Много клиентов, подростков Я люблю с подростками Они невероятно продвинутые Я наблюдаю за ними, за студентами, школьниками Я тоже влюблена в поколение Z Просто иногда я смотрю на них и думаю Я столько всего не знаю Сколько знают и понимают они И когда ко мне они обращаются С таким вопросом Первое, что я им говорю Давайте начнем вот с простых вещей Напишите список тех качеств Которые вы в себе цените То есть это позволяет вниманию нашему Обратиться к самому себе И посмотреть, повысить Собственную значимость для себя Потому что что происходит Из-за чего самооценка падает Когда мы смотрим на других Во внешний мир Мы как бы теряем вот эту опору на себя Ориентируясь на кого-то При этом забывая про себя То есть сравнение не к свою пользу Да Здесь можно применить также технику Слот-анализ по личностному росту Ты когда прописываешь свои сильные стороны Слабые стороны И к чему тебе можно стремиться Тоже инструмент очень хороший Работает И когда прописывают свои сильные стороны Многие очень воодушевляются И вспоминают то, что они очень классные Но иногда очень даже двигает человека Сравнение с другим То есть есть и такие Фрустрации То есть все индивидуально Очень Но в основном в принципе Вот это и двигает больше По большей части человека А мы все родим из детства Это я уже может быть здесь Здесь могут у коуча и у психолога Возникнуть какие-то такие Дискуссии на эту тему Но в последнее время Я даже вот наблюдаю такую тенденцию Как у меня есть формула даже своя успеха Их, скажем так, два направления Поделись формулой успеха Ну, значит, первая Которая не совсем красивая Я бы сказала Но она работает И причем она работает в основном Ну, можно сказать, 90% людей Это Независимо от женщин Независимо Значит, это травма Которая образует комплекс Заряженная обязательно энергией Плюс энергия человека То есть это Природные данные Которые ему даны Ага То есть энергетические данные То есть если у человека мало энергии То он так и останется В позиции жертвы Обвиняя всех вокруг В своих несчастьях Далее К этой энергии Еще приплюсовывается Знаете, это Хотя энергия, наверное, это и есть В юнгианстве такое понятие Либидо Либидо – это есть энергия То есть это страсть Желание Жить И когда вот это все объединяется Человек начинает двигаться Его начинают мотивировать Чтобы доказать Показать Это первый вид мотивации И он существует К сожалению, он существует Иногда бывает он разрушительный Иногда он очень даже эффективный Есть второй вид И это, кстати, как раз-таки Относится к коучам Когда к нам приходит человек Более-менее к коучам Если зрелый Здоровый, как принято Это от плюса и от минуса От плюса к мечте И от мечты От страха И от мечты, от страха В этот смысл И мы, коучи Часто именно в коучинговых форматах Ищем эти глубинные смыслы Чтобы человека Именно смотивировать На его же Вот этом топливе Смысли, а не страхи Ну, здесь я еще Все равно скажу То, что Астрология имеет место быть У кого-то просто нет Этого ресурса Энергии Просто нет Да, и в природной данности Я поэтому тоже говорю И поэтому здесь Даже с комплексами могут Он никогда ничего не достигнет Или каким-то образом Он может Восполнить Бывают и другие Можно, конечно, скорректировать На физическом плане Все-таки 30% имеет место Астрология Наш Натал 30% наше воспитание Среда Общество Конечно, если Все правильно Сформировано То можно Вытянуть Даже слабые стороны Я вот хотела бы Обратить внимание На наших женщин У которых В наши дни Очень много задач На всех фронтах Касательно Карьеры Семьи Обязательно И дети должны быть И хобби Какое-то И выглядеть Она должна идеально Да Даже вот вы сами У Катрины Я знаю Пятеро детей Мальчиков У Лауры Трое У Рахили Тоже Двое детей И все Вы Как полноценной Личности Занимаетесь Еще своей Карьерой И не просто Занимаетесь Вы растете Там постоянно Улучшаете Свои достижения Вот как Вот в этом Колесо баланса Да Колесо баланса Да Как вот быть В этом балансе Это вообще реально Или это иллюзия Что вот Мы можем быть в балансе Может там уже Успокоиться И принять Что когда у нас Где-то хорошо Где-то будет Не очень хорошо И Просто не депрессовать Из-за этого На самом деле Да Колесо баланса Оно имеет Свойство То в плюс уходить То в минус Уходить в какой-то сфере Здесь Нужно Мне кажется Каждый месяц Или квартал Просто Делать чекап И смотреть Какая зона Он меня сейчас Выбивает Очень в плюсе Которая Например Я посвящаюсь Семье больше времени Да Значит автоматически Карьера у меня Проседает Или спорт Уже не хватает времени Здесь важно Делать чекап И Задавать себе вопросы Правильно ли я Здесь Уделяю сейчас Много времени Так ли мне это важно Или сейчас лучше Например Бросить Все задачи На Карьеру К примеру И так Постепенно Контролировать Кольцо баланса А вы С какой Периодичностью Сами проверяете Или может У вас ежедневно Расписано Два часа на то Два часа на семью Двадцать минут на детей Говорят Что Двадцать минут Эффективных Которые ты Пробоишь с ребенком Я пробовала Такие практики У меня их так много Что я не знаю Где их взять Эти двадцать минут На каждого Даже этих двадцать минут Нет Да Ну потому что Если мы едем в машине То нас сразу Несколько И двадцать минут Уделить Дому ребенка Это просто невозможно Это просто шум Гам На самом деле Да Мой распорядок состоит Из того Что я Утром делаю Свою работу Посвящаю Блоку карьера Дальше Я Занимаюсь Детьми Развозка Готовка И дальше Вечером Это супруг И так Постепенно Я распределяю Если Одна сфера Выбивает Я не делаю Конечно себе Прям такой Чекап Я это чувствую Что например Дом уходит В минус И я понимаю Стоит ли мне Допускать Этого проседания Так ли мне Сейчас важна Карьера Если да Это мне Очень важно Это важные Проекты В моей жизни То я Запускаю Дом На время И ухожу В карьеру Но я Ставлю себе Определенные Цели Например Это будет Месяц Это не будет Потому что Если это Запустить На Полгода И дальше Это будет Сложно Скорректировать А если Например Женщина Решила Быть только Мамой И домохозяйкой Не хочет Заниматься Карьерой Своей Или Допустим Ей Не так важна Ее внешность Как другим Не весит Она Пресловутые 50 кг Не делает Она Какие-то Процедуры И В обществе Женщина Таких Женщин Если Ее Это Устраивает Почему Нет Вот Если Ее Устраивает Если Она Не хочет Добиваться Цели Ей комфортно То Ее Колесо Баланса Составляет Например Не 7 Сфер А 5 Или 3 Это Нормально Я поддерживаю Женщину Не обязательно Быть Такими Как Все Игнаться За непонятными Какими-то Критериями Успешности Как Не доводить Себя До Истощения Я заметила Что Постоянно Преследует Чувство Усталости То Как Вовремя Понять Что Да Я устала Взять Паузу И Какую-то Технику Расслабления Может Вы Порекомендуете Ходовую Использовать Чтобы Не уставать Нужно Иметь У себя Внутри Барометр Барометр Чувств Чувств У нас Очень много Но Люди Пользуются Всего лишь Там Базовыми Десятью Обида Злость И Сканировать Просто Свои чувства Если Вы уже Переходите На красную Стрелку Останавливаться Может Быть Посидеть Дома Зарядиться Может Быть Сходить На природу Или Просто Помедитировать Иногда Просто Посидеть Дома С детьми Для нас Женщин Это Лучшее Расслабление Когда Вы В динамике Если Вы Наоборот Сидите Постоянно Дома То Лучше Вам Выбраться Поменять Детельность Тогда Это Очень Расслабляет Допустим Вдогонку Все Сейчас Отходят Некоторое Время Назад Все Были Повернуты На Позитивном Мышлении Что Нужно Быть Всегда В радости В счастье Это Нормально Да Это Наверное Нормально Отпытывать Разные Эмоции И грусть И гнев И печаль Очень Близкая Мне тема Я Начала Изучать Эмоциональный Интеллект Практически Сразу С Коучингом И Далее После Этого Еще Ушла В Аналитическую Психологию И Там Очень Четко Черным По-белому Говорится Что Чем Больше Эмоций Мы Подавим Тем Это Все Психосоматику Будет Более Того Это Потом Есть Такое Выражение Чем Больше Мы Чему-то Сопротивляемся Тем Больше Этого Будет И Уходя От Эмоций Опять Же Каких-то Нересурсных Негативных Мы Можем На Какое-то Время Действительно Да Это Знаете Есть Такая Метафора Я Туда Привожу К пример Это Как Костыли То Человек У него Значит Болит Нога Он Превозмогая Боль Превозмогая Но Да Он Действительно Он Дойдет До Какой-то Определенной Цели Какой-то Период Но Дальше Разрушения Могут Быть Намного Серьезней И Поэтому Наши Чувства Они Говорят Нам О чем-то Глубинном Глубоком Поэтому Когда Мы Все-таки Признаем И чувствуем Кстати Говоря Есть Такие Техники Кстати Говоря Есть Такие Техники Когда Значит Уже Просто Проговаривая И признавая Эти чувства Еще И замеряя Где они Находятся Они Уже Нас Отпускают Их Воздействие Становится Меньше На нас Даже Есть Целый Ряд Исследований На Телесные Практики Это Телесные Практики И они Очень часто Используются В техниках Саморегуляции Есть Такой Интересный Научный Факт Когда Исследовали Мозг Человека И Человек Действительно Проговаривая Эмоцию Осознавая Ее Воздействие Уже Получается В коре Головного Мозга Сигнал От этой Эмоции Просто Уменьшался Вот Поэтому Самые Главные Техники Саморегуляции Это Просканировать Что Мы Сейчас Испытываем Вот Просто Просканировать И сказать Не от Слова Я Злюсь На тебя Я Злюсь А просто Проговаривать Даже Я Сейчас Зол Вот Проговаривая Такие Элементарные вещи Начинается Процесс Выпускания Пары Уменьшения Всего Ну то есть Это нормально Злиться Это нормально Гнев Иногда Конечно Вот здесь Я больше По женским Консультациям Бывают Такие моменты Когда Сора Конфликт С мужем И как бы Вроде бы Психологи учат Это нормально Ты должна Сказать Но А как же Там Обходить Углы Компромисс В этом Случае Лучше Сконтейнировать Чувства Это ты вот Берешь Словно В коробочку Собираешь Все эти Плохие Чувства Обиды Злость Собираешь И дальше Ты просто Идешь Кричишь Бьешь Просто Это выплескиваешь Но не На партнера Потому что Так будет Больше Разжигаться Скандал И в принципе У нас даже В институте Говорили То что С мужем В принципе Там нечего Выяснять отношения Это бесполезно А на кого тогда Пойти кричать На подушку На подружку На подружку На подружку Бедная подружка Кстати Я вот сейчас Вспомнила Помните Была программа Что где Когда И им вынесли Черный ящик И там Был такой Типа кувшин Ну ровный Вверх И значит Они должны были Понять Для чего Японцы Это используют Оказывается У японцев В офисе Стоит Вот этот Кувшин В который Они кричат Очень сильно Выпускай Этот пар Но никто В смысле Больше У них есть техники Бить тарелки О стен У них прям Есть целые заведения Где ты приходишь И просто их бьешь Разбиваешь О стен Жириновский Родом с Японии То есть Выпускать Пар Надо То есть Надо найти Свою Вот эту технику Просто Это не экологично Выпускать На партнера Да Не экологично Очень классно Работает Я сообщение Значит Классная техника Поделюсь с вами И очень многие Действительно Клиенты И клиентки Особенно Потом Я тоже Собя Клиентам Это техника Значит Когда мы С человеком Разговариваем И предъявляем Ему Ты такой Ты такой Я вот там Устал И вот так далее Вот только вчера Этим занималась Интересно Здесь необходимо Во-первых Прислушаться К себе Для начала Знать четко Что ты испытываешь Что тебя задевает Это и есть Осознанность И понимание себя И потом Идти к человеку Не через ты А конкретно Я испытываю Сейчас Грусть Мне грустно Что ты Не предупредил меня Мне грустно Мне вот Неприятно То есть Вот такие фразы То есть Не обвинять А наоборот Свою Идешь с агрессией Человек Тебе Вслед И возвращает А когда ты Идешь Из своих чувств Ты Обезоруживаешь Человека Ему нечего Скать Потому что На него Не нападают Наоборот У человека Просыпается В этот момент Осознанность И чувство По отношению К тому Что Он причастен И более того Это классная техника По развитию Эмпатии У Партнера Потому что Эмпатия Это что такое Когда мы проявляем Чувства И пробуем себя Поставить на место Другого А когда ты говоришь О своих чувствах Это первое Что человеку Дает возможность Почувствовать Что чувствует Другой Пользуйтесь Классная техника Спасибо большое Спасибо Вот про Социальные сети Это сейчас Просто невозможно По-моему Существуют Кстати Люди У которых Нет абсолютно Аккаунтов Ни в одной Из социальных сетей Но Это Скорее Исключение И Особенно Инстаграм Действует На многих Молодых Девушек Глядя На эти красивые Картинки Успешной Какой-то Жизни Путешествия И так далее Некоторые Начинают Испутывать Депрессию Даже Впадают Как с этим Справляться Что Посоветуете Здесь Часто Блогеры Говорят Что Это все Не так Это все Не так Видео Не записывается С первого Дубля Не верьте Красивым Да Есть Такие Красивые Картинки Вы Видите Я не знаю Парапланы Голубое Небо Но по факту Это было Поле И все И хороший Фотошоп Цветокоррекция И все Я сама даже не знала Многие фотографируются Рядом с Не своими Машинами Многие Берут Не знаю Как-то все Подстраивают Здесь Не нужно На это Вестись Все-таки Здесь Должен быть Ориентир На себя Если Ты хочешь Эту машину Приходи Коучу И давай Придумим Как ты Можешь Получить Как ты Можешь Расширить Свой Финансовый Потолок А это Вообще Реально Конечно Можно Придумать Источники Дохода Можно Отсканировать Человека Чем он Сейчас Занимается Чем Он еще Может Заниматься Все Мы Например Каждая Может Сидеть И вечером Вышивать Шить И что-нибудь Еще Делать Или Хорошо Коммуницировать С людьми Это тоже Навык И этим Тоже Нужно Пользоваться И мы Можем Расширить Источники Денежные Расширить Финансовый Да Конечно Все И ты Приходишь И ты Ставишь Цель Я хочу BMW X7 И как Ее достичь А не Смотришь Что Там Тамара Сфотографировалась С этой Машиной Может Это Папина Друга Или Вообще Просто Просто Машина Здесь Не нужно Вестись Все-таки Это Это Про Блогеров Это Работа У девушек Например Которые Вообще Ничем Не Занимаются Это Тоже Это Их Стиль Жизни И Если Ты Хочешь Достичь Этого Здесь Тоже Можно Проработать С Психологом Или Проанализировать На Какой Базе Стояло Например Объект Сравнения И Что Вообще Она Делает Чтобы Этого Достичь Потому Что Многие Когда Завидуют Они Не знают Что С Обратной Стороны Медали А Там Может Быть Такое Вот Например Я Решила Что Я Поставила Цели И Мне Нужна Помощь Коуча Чтобы Их Достигнуть Сейчас Это Профессия Актуальная Популярная Я Захожу В инстаграм Очень Много Страничек Я Коуч Коуч Мама Коуч Такой Помогу Решу Давай То есть Как Не Запутаться Как Выбрать Именно Профессионала Мне Кажется Это Личная Рекомендация Однозначно Это Только Сарафан И Маркетинг Личная Рекомендация Или Очень Часто Бывает Что Ко Мне Обращаются Даже С Инстаграм Когда Им Отзывается Какая Тема Или Человек Или Такие Передачи Как Наша И Многие Наверное Захотят Правда Вопросом С Удовольствием И Вообще Я Верю Что Мир Он Синхронный И Человек Придя К Тому Или Иному Специалисту Он Обязательно Одеркаливает Синхронно Соответствие Тому Запросу И Поэтому У каждого Как Говорит Товар Есть Свой Клиент И Даже Если Человек Я Вот К Чему Это Говорю Даже Если Человек Попадет К Неквалифицированному Специалисту Это Лишь Говорит О Степени Готовности Человека Да Он Сможет Отсканировать Просто Специалисты И Между прочим Вообще Первая Сессия Это Норма Что Люди Могут Просто Не Подойти Специалист Может Быть Очень Классный Он Может Быть С Дипломами И Он Действительно Признаваем В Федерациях Ассоциациях Но Он Просто Не Подошел У Меня Был Такой Опыт Я Пришла К психологу Мне Так Не Отозвалось Хотя Психолог Очень Выскооплачиваем Квалифицированный Но Мне Просто Не Понравилось Я Ушла К психологу На порядок Ниже Мне Было Комфортно Мне Было Удобно Это Мой Темп Потому Что У каждого Человека Есть Свой Темп Кто Спокойный Кто Агрессивный Мне Например Надо Пожестче Мне Не Надо Говорить Я Вас Поняла Я Вас Услышала Я Делайте Со Мной Что Поэтому Тем более У коучей И у психологов У них тоже Есть Супервизоры Наставники Так как Мы должны Быть Абсолютно Психически Создаваемые Здесь Даже Человеческий Факт Кстати Я знаю Что У всех Российских Миллионеров Кто Форб Состоит У них У всех Коучи Они Сейчас Все Стали Медийными Выходят В ютуб Ведут Свои Программы И они Говорят Вот Коуч Коуч Мой Коуч Знаете Сказали Соцсети Это же Информация И Почему Сейчас Очень Трудно Лавировать С этим На мой Взгляд Есть Такая фраза Классная Что В мире Все больше Информации И все Меньше Меньше Смыслов И Человеку Трудно Действительно Вот В этом Потоке Информационном Быть Осознанно На своем Скажем Таком Узком Пути И Очень Часто Мы хотим За все За все Ухватиться Это Опять же Относится К семье Женщин Что Женщины И туда И сюда И мы За все И именно Коуч Он помогает Помогает Человеку В этот момент Прислушаться К себе Потому что Все ответы Действительно Внутри И он Помогает Направляет К себе То есть Он не говорит Как делать Туда Сюда Ты должен Пойти А как Вы считаете Стоит Например Женщине Просто Для себя Обучиться Коучингу Чтоб Коучить Мужа И не коучинг Не коучинг Это вот Между прочим Мой уже Муж сканирует Он говорит Ты опять На мне Какие-то Испытания Делаешь Когда я С ним Я сообщение Разговариваю Знаешь Мне было Так неприятно Он говорит Что-то Какие-то Это Штучки Говори Понормально Обменяй меня Потому что Он все равно Это слышит Сейчас Как жена Или как Коучинг Да Да Согласна Проходили Этот этап Тоже Я на самом деле Шла в коучинг Для себя Я тоже В первую очередь Для себя И кстати говоря Анализ Тоже для себя Я до сих пор Нахожусь Вот уже Четвертый год В личном анализе Два раза в неделю Стабильно Это мой ритуал И Ну поскольку Я еще И У меня практика идет И соответственно У меня еще и параллельный Супервизор То есть Как бы То есть там Это все Это не так Что Сам себе Взял Взял Придумал Кто-то тебя тоже должен Обязательно Проверять Ты правильно сказала И очень важно И сама порой Пытаясь Вот эту всю информацию Выловить И потом Вот так И когда ты стыдишься И начинаешь чувствовать Вот правильно Тоже я очень поддерживаю Слова Катерина О том Что должен быть барометр И мы должны Все чувствовать Все чувствовать Соизмерять А это и есть осознанность Осознанность По-другому Проще говоря Это внимательность К самому себе Когда ты внимателен К себе Ты действительно Ты не пойдешь В урон Своей семье Если для тебя Это сейчас важно Либо наоборот Карьере Если тебе сейчас Это важно То есть Всему должен быть Какой-то вот Отрезок Самочувствования Самоопределение Я вы знаете Еще хотела спросить Про марафоны Марафоны желаний Вот сейчас Супер успешный Супер популярный Вернее Марафон Блиновской Да Я прошла Я тоже Проходила Поделитесь Пожалуйста Мне так любопытно И вообще интересно Работают ли Вообще Все эти марафоны Я прошла Ее один Второй Второй я не стала Почему Объясню Потому что Я изначально Конечно Вот мой опыт Такой Что я Как бы Такая Я коуч Что там Я еще Не могу Не знать У меня был Такой Некий Скептизм Вначале Честно признаюсь Но потом Когда я решила Отпущу-ка я Все свои знания И просто Побуду в потоке До того Как Появились Соцсети Всегда Что было У нас Вместо Соцсети Книжки Да И недавно Я пришла К своей бабушке Дедушкой Я вот Выросла В студенчестве У них И я нашла Книжку Там Как исполнять Свои желания Все то же самое Все то же самое Да Вы понимаете Это Хотя Это было 15 лет назад И я помню Что я Этой книжкой Пользовалась И вот Вот эти все Аффирмации Убеждения Что будет Если Я этого Не достигну Или достигну То есть Это все Давно было И если Говорить даже Про Вот этот Темп И стремление К успеху К самореализации Вы знаете Что история Уходит Вообще В 18 век То есть Это Еще в Конституции Американской Это было Заложено Да Стремление К успеху И поэтому На самом деле Сейчас Мы Благодаря Пиару Благодаря Соцсетей Мы просто Эту волну Поднимаем 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 Но техники Исполнения Желаний Они существовали Давно В общем-то Здесь просто Да Я когда проходила Но не все работают Я когда проходила Забегая вперед Конечно же Многое я Так и делала Это просто По наитию Шло Да Даже по наитию Да Что-то работает Просто я цели Проставила 2023 год 2022 Я жду В этом году Должна Исполниться Две мои Большие мечты Вот я тогда Наверное На другой передаче Скажу Да Мы будем вас удовольствовать С терпением ждать Потому что у меня просто Очень глобальные Цели и мечты Это Прям Очень глобальные Поэтому Я Отсрочила Это на Два года Так что Я потом Поделюсь Но я Проходила Финансовый Марафон Он мне Все-таки Дал Многое Да У меня был Затык Ты вроде Бывает такое Что Ты чувствуешь Что вроде бы Есть деньги Вокруг Но почему-то Тебя Они как-то Стороной Обходят И этот Потолок Я открыла Прям полностью Я не знаю Все двери Потому что Я чувствовала Что чего-то Энергетически Я не добираю И вот Это Мистически Но все работает И на данный момент У меня Наверное Пять источников Или шесть источников Дохода Постоянных Круто Очень классно Супер Это тоже попробовать Да Я согласна Что это работает И это тоже Объяснимо Опять же С научной точки зрения И психологической Что куда внимание Туда энергия Да Да Я направила Просто Свою энергию На денежный поток Потому что Так как у меня Пять детей Я хоть и не была В декрете Но это все равно Меня останавливало Сровно Я не знаю Наручники были одеты Тем более У меня сейчас нет няни Но Я прямо Это могу сейчас Рекламу сказать Я мама в декрете Я получаю Пять тысяч долларов Вот В том плане Что ты можешь Дистанционно Это все делать Здесь Реально Многие думают Что ой Я не могу Выбраться из домов Придумывать себе Кучу причин У меня дети У меня работа Я работаю в офисе Я больше ничего Не умею делать На самом деле Каждый человек Умеет делать Как минимум Три дела хорошо Как минимум Поэтому Вот Когда я говорила Приходите На консультацию По финансовому потоку Можно это все Проработать И раскрыть А вот В этой тематике Вопрос такой Например Если у человека Есть определенные Какие-то Он уже знает Финансовые свои возможности На сегодняшний день Да Ну Допустим У некоторых Достаточно ограниченные Да Эти финансовые А он там мечтает Чуть ли не О частном самолете Яхте Вот все-таки Нужно Более Реально мечтать Или нужно все-таки Там Так далеко И такие Какие-то Неизбыточные Мечты Мне кажется Клеить на карту Например Я просто максималист По жизни Если к человеку Пришел самолет Значит Действительно У него есть потенциал На этом Конечно Многие Можно ставить Промежуточные цели Ты добиваешься Например Одной цели Но Самолет Не оставляешь Ты все равно Стремишься к нему Не к всем Приходит Желание Иметь свой самолет Не к всем Согласна Если все-таки Пришло Это желание Значит У вас есть Возможность У вас есть Возможность Да И потенциал Этого достичь А по картам желания Мне кажется Сейчас это делают Не все осознанно Да Но не все вкладывают Смысл Точную цель И смысл Чтобы вот не получилось Как Лаура говорит Пришла машина Которая была просто наклеена Я например Сейчас не делаю Карты желаний Но я точно знаю машину Я точно знаю Цвет Цену И так По всем целям своим Они у меня Записаны в блокноте На начало года Но без визуальной картинки Потому что Я их и так Вижу в голове Постоянно То есть просто Техники разные Да Ты сам выбираешь Какую из них выбираешь Можно заводить Журнал Это называют Желаний Ты прописываешь Прописывать Да Просто их прописывать Да Это не обязательно Должна быть Вот картинка С путешествиями И всем прочим Просто этот ритуал Он опять же Помогает человеку Расширить горизонты Да И это символ Вот понимаете Есть еще такой момент Как Почему это работает Объясню Значит Наше бессознательное А я думаю Что Объяснять Хотя может быть и стоит Что В общем-то Нами движет Наше бессознательное То есть То есть По сути Все хранилище Там И оно понимает Язык Через символы Через символы И покопаться И символы Вот Бессознательное Не понимает Обычный язык И слова Чувства и эмоции Символы Это картинки То есть Например Визуализация Это тоже символы И поэтому Если мы хотим Проникнуть В глубину Своей бессознательного И вообще понять И возможно Что-то спроецировать И создать В этой реальности То карта желания Является Таким неким Ориентиром От этого символизма Когда ты Клеишь Вкладываешь Энергию Там Естественно Самое главное Осознанно Потому что Бывают Действительно Это у меня повезло В этот момент Что я наклеила Нормальную машину Да Да Классную Хорошую И моё бессознательное Опять же Видимо Считав Вот этот символ Оно Спроецировало Поэтому важно Уметь Контактировать С символами Чудеса какие-то Как раз Кстати Я где-то читала Что сегодня Наиболее Благодаря Период Начинается С 27 января Где-то по 9 февраля Если не ошибаюсь Так что Если кто хочет Делать карты Прямо приступайте Незамедлительно А если Вот я например Делала карту У меня там Сбылось 30% Мне остальные 70 на новую Переклеить Конечно Или уже тебе важны Они Ты пересмотри Если они актуальны Здорово Знаете Еще такой вопрос Про личные границы Да Сейчас о них говорят Что это такое Как их правильно выстраивать И как научиться Не позволять другим Вторгаться На твою территорию Первое что нужно сделать Их у себя Распознать Все хотят защищаться А они даже не знают Где их личные границы Многие Разрешают Поступать С собой так Здесь как раз таки Опять таки Тот барометр Если вам сказали Девушка подвиньтесь Вы двигаетесь А ты думаешь А что я сейчас чувствую Мне неприятно Потому что Другой человек Повысил тон Мне неприятно И вообще Это было мое место Я должна здесь стоять А если у тебя нет Личных границ Ты подвигаешься И еще говоришь Извините Если есть Ты говоришь Я здесь стояла Извините Это мое место И почему я должна двигаться И здесь Главное Чтобы защитить Свои личные границы Их нужно прочувствовать Здесь нужно сесть И прям выписать Что мне не нравится Как со мной нельзя Потому что Многих их нет Потому что Они допускают Все с собой делать Абсолютно все Да Есть такие А вот сейчас Так много Бестактных И бесцеремонных Людей Их нужно ставить на место Которые позволяют Себе какие-то вопросы Просто Ну Нужно говорить Мне неприятно Об этом говорить Я думаю Что это Не цель Для обсуждения Это вот Тут в целом Жестко Но красиво Это кстати тоже говоря Отсутствие границ И вот эта бестактность Она связана С отсутствием границ У того человека То есть Во-первых И у него их нет Он и не чувствует По отношению к другому И еще проблема Сегодняшняя Именно реалия Опять же Вот эта злободневная тема Это информационный поток Вот кстати говоря Про цифровой аутизм Там четко было сказано Вот Курпатовым О том что Я с этим Сто процентов согласна Что человек клавируя По вот этим поверхностям Он забывает слышать себя Соответственно Он и другого не будет слышать И чувствовать не будет И это вопрос эмпатии То есть Когда мы задаем Неуютный вопрос Мы в первую очередь Это вопрос границ Но и эмпатии То есть Мы не думаем О чувствах другого человека А что же он сейчас Почувствует от этого И мы Получается Отдаляемся Вот из-за этого Потока информации И пытаясь За все За все схватиться Мы становимся Какими-то небольшого Такого вот Рода роботами Что ли Бесчувственными Да Ну это страшно И здесь проблема Конечно уходит И в детство тоже Вопрос границ Там опять же Ну и там наверное Воспитание Да Воспитание Модели по идее Это комплекс всего Но и проблема реалии Сейчас Настоящего времени Это то что мы Не заботимся О чувствах других Многие это делают Даже специально Например Про внешность Когда делают замечания Понятное дело Что человеку Будет неприятно Но он это Замечает специально Чтобы на этом фоне Возвыситься Да Вот здесь вот тоже В комплексе Да Это какая-то вот Как говорят Пассивная Скрытая агрессия Пассивная агрессия Это прям так неприятно Когда там Девушка Даже подруги Извиняюсь Так иногда делают То есть они тебя встречают И они говорят А что ты так Плохо выглядишь Ой ты что болеешь Да И просто Прям если бы это была Реальная забота Ты принеси Витамин С Тогда Да Или что-нибудь А это же нереальная забота Это вот То есть это токсичные люди Да Если это Токсичные Я думаю Мало того что токсичные Но они травмированы В том числе Потому что они же за счет Тебя хотят реализовать себя И Этому нужно учиться Я имею ввиду Развивать эмпатию Это тоже навык Кстати говоря И этот навык Между прочим Очень будет актуален В будущем Да Очень А что делать С такими псевдоподругами Минимизировать контакты Или вообще Нет Выстраивать свои границы Границы Говорить о них Ты знаешь Света Мне неприятно Что ты мне делаешь Такие замечания Проговариваешься Вообще-то я сегодня Очень хорошо выгляжу Ну как минимум Да Можно сказать Что мне неприятно Что ты так говоришь Я все понимаю Но Можно было бы сказать Как-то более мягче Да Бываешь Кстати часто встречаются Или если задают вопрос Вот особенно Про беременность Это вообще что-то А когда второго Третьего Да Вот Или там Как воспитывать тебе Лучше твоего ребенка А зачем ты отдала его В эту школу вообще С ума сошла что-ли Нужно сказать Давай я сама разберусь Это моя жизнь И улыбаться при этом Да Да Вы тоже этому научились Я помню У нас по студенчеству По студенчеству Была однокурсница Которая всем всегда говорила Привет Ты что такая убитая сегодня И мы с подружкой Мы прям Уже ее видим Издалека И говорим Все Сегодня мы первые Ей скажем Мы прям готовим К встрече с ней Потому что Вот всегда Одна и та же фраза Всегда Странно Да Причем им самим комфортно У нее это было актуально Да Они сами вот не понимают Свою бестактность Всего этого вопроса Им самим комфортно Видимо Да Это вопрос привычек Паттернов Опять же условий В которых человек находился И интеллигентность Проекции Интеллигентность И проекции Тут тоже очень часто работают Сегодняшняя тематика Настолько интересная На эти темы Можно говорить Бесконечно Но к сожалению Время нас ограничивает Поэтому спасибо Огромное За беседу Я надеюсь Что мы еще раз Будет возможность Встретиться Я хочу обратиться К нашим подписчикам Пропишите в комментариях Вашу главную цель На 2020 год Самый интересный Комментарий Получит приз Коуч-сессию От Лауры Байсаловой Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok